Подготовка населения в области гражданской обороны остается одной из важнейших государственных задач. В соответствии с поручением правительства России и приказом МЧС, в период с 4 по 6 октября по всей стране, в том числе и в Уварово, проходит всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне. В проверке задействованы различные ведомства и службы города. Согласно плану проведения практических мероприятий, сегодня после оповещения руководящего состава состоялся общий сбор в конференц-зале администрации города. По видеоконференц-связи руководством области в лице первого заместителя губернатора Олега Иванова и начальника Главного управления МЧС региона Олега Зацепина были поставлены задачи на проведение тренировки и доведены до руководящего состава. Практические мероприятия, которые в плане основных мероприятий распоряжением доведены, это два развертых пункта выдачи средств индивидуального заряда, счета на базе лицея корпуса 8, все так и остается, и группа обслуживания защитных сооружений гражданской обороны на базе ДК «Дружба» также проводится. Остальные, кто запланирован все мероприятия по РХН и так далее, провести занятия в виде инструктажей и тематических занятий. Как уже было отмечено, тренировка будет носить штабной характер. Для практической части учений разработаны вводные с учетом максимально возможных ситуаций на территории региона. Поступила информация с областного лидерного центра, что у нас ожидается сильный ураганный ветер и сопровождается соответствующий падением деревьев, обрывом линии передач, падением рекламных счетов и так далее. Сегодня утром до вас было доведено сигнал, что с 7 часов данный атмосферный фронт по территории города Уварова прошел и, соответственно, определенные здания, сооружения, коммуникации ДК ЖКХ получили повреждения. Ежегодно в ходе таких учений проверяется уровень готовности органов управления и сил гражданской обороны к практическому реагированию. Тренируется слаженность и эффективность действий различных подразделений и ведомств, уточняются планирующие документы. По окончанию масштабной тренировки будут подведены ее итоги. В этом году система гражданской обороны в России отмечает 85-летие с момента создания. После постановки задач поздравления с юбилеем от руководства города были адресованы всем задействованным в работе по гражданской обороне. Отдельно благодарственными письмами главы города Уварова отметили ветеранов службы МЧС Владимира Чекаева, Игоря Ледовских и Владимира Солопова. Ирина Пивоварова, Виктор Викторов для рубрики «В рамках закона».